Сегодня в выпуске. Убиваем HTML5, дорабатываем овердрайвы, показываем новый гараж. Всем привет! Мы отдохнули, набрали сил и готовы рассказать вам, что нового в нашей с вами любимой игре. Помните первую версию танков на HTML5? Ту самую, на которую вы столько жаловались. Так вот, мы ее безжалостно выпилили. Совсем. Она нужна была как промежуточный этап для запуска полноценной обновленной версии игры. С тех пор мы поправили и камеру, к которой были претензии, и многие другие аспекты. У нас уже работает веб-версия игры на HTML5, и обновленный клиент уже почти готов. Остается лишь пара небольших юридических согласований. Напомним, что это тот самый клиент, который поддерживает дискретные видеокарты в ноутбуках. Старую версию HTML5 также надо было поддерживать. После ее удаления мы можем бросить все силы на доработку новой и ускорить переход с флеша. А это значит, что все обещанные нововведения появятся в игре гораздо раньше. В игру добавлены измененные звуки для корпусов. Тяжелые, средние и легкие корпуса теперь отличаются по звуку согласно их характеристикам. Теперь все как надо. Тяжелый звучит внушительно и массивно. Средний как средний. Ну а легкий, как и положено резвому легкому корпусу. А вы можете отличить Мамонта от Хорнета, не выглядывая из-за угла? Зайдите в игру и проверьте. Кроме того, мы переработали овердрайвы для некоторых корпусов. Так, активация ультимативной способности Диктатора приносит дополнительные очки за каждого союзника, попавшего в его зону действия. Так что теперь командная работа будет еще и вознаграждаться. Ну и куда больше изменений коснулось Титана. Во-первых, его поле теперь не ремонтирует союзные танки. Во-вторых, скорость перезарядки от времени увеличена на треть. А еще немного увеличена защита под куполом. И это маленькое изменение приводит к уменьшению получаемого урона на треть. И, наконец, то самое главное изменение. Теперь активация овердрайва приводит к отмене всех генераторов. И своих, и вражеских в радиусе 35 метров. А как вы думаете, какие новые тактики может породить это изменение? Пишите в комментариях. Очень долго вы их ждали и каждый раз спрашивали, когда уже обещанные модификации. И вот они в игре. Теперь у корпусов и пушек не 4 модификации, а 7. И самые внимательные уже наверняка заметили, что у части из них одинаковые скины. Мы не просто решили не дорисовывать новые скины для каждой модификации, а вовсе свести их количество в дальнейшем к одному, чтобы ваш танк уже с самого начала выглядел грозной боевой машиной, а не как трехколесный велосипед. Разумеется, вы все так же можете проапгрейдить внешний вид пушки или корпуса с помощью XT, Prime, Ultra или Legacy скинов. Кстати, Орех просил вам напомнить, что с этим обновлением состоялся окончательный переезд комплектов из гаража на новую витрину, которая доступна только в HTML5 и Android-версиях игры. Что было раньше? Пушка или корпус? Ни то, ни другое. Раньше был гараж. И наш гараж очень долго не менялся. И вы уже наверняка так к нему привыкли, что просто перестали обращать на него внимание. А ведь это первое, что вы видите, заходя в игру. И мы решили его переделать. Подтянули внешний вид, изменили освещение и самое главное сделали так, что теперь обновлять его будет гораздо проще технически. А это значит, что будет больше различных оформлений на ивенты и праздники. Разнообразие? Вы же этого хотели? И да, обновленный гараж опять же появится только в HTML5-версии игры. А о сроках его появления мы расскажем позже. Так что следите за новостями. Финальный этап МЧ подходит к концу, и уже завтра мы узнаем сильнейшую команду в танках онлайн. А это значит, что у вас остался последний день, чтобы набить необходимое количество звёзд, если вы уже успели купить специальную краску. Если сомневаетесь в том, выполнили ли вы все условия для получения заветных контейнеров, переходите по ссылке в описании и читайте условия. А вот и первая порция ваших видео в новом десятилетии. Как вы думаете, у кого будет самое интересное? И кто из ютюберов сменил подход? Хотите ЗЛП на Мамонте или вам лучше на Джаггернауте? Новогодний или обычный? У Джерри есть на все случаи жизни. Биг Танк сломает систему. Рекордный опыт в одном бою. Как тебе такое, Илон Маск? Думаете, нам тут только дифирамбы поют? Ничего подобного. Орхидея разбирает пять самых худших обновлений в танках. Орех, ты бы прислушался. И на этом у нас на сегодня всё. Как всегда, увидимся через неделю. Врываемся в Новый год с новым вопросом. Субтитры создавал DimaTorzok